Всем хеллоути ребятушки, с вами Дамрелли, добро пожаловать на новый ролик. А это новая игра под названием Choice of Life Middle Ages, часть 2. Если кто не знает, ребят, суть данной игры заключается в том, чтобы прожить свою жизнь в эпоху средневековья, принимая различные решения и при этом не сдохнуть раньше времени. В общем, первая часть игры у разработчиков вышла довольно-таки годной, надеюсь, что не подкачали и со второй частью. В общем, давайте с вами смотреть, всем приятного просмотра. Итак, играть. Север и юг были друзья, но юг захлестнуло за трон резня. Король северян момент не терял, и земли южан под себя подмял. Вот такие вот дела. Слушать. Земли радости не принесли, зато жадность дворянскую мигом зажгли. Юг хотели до конца захватить, а король все пытался назад воротить. Слушать. Так и закончилась жизнь королян, отравили южане иль свита своя. Слушать. Но наследник избежал страшной судьбы, и этот наследник вы. Вот такие вот дела, ребят. Так, а что у нас на кьюшечку давайте посмотрим. Это персонажи Эйнхард, бывший король севера и ваш отец. Его главная заслуга присоединение богатых восточных земель, за что он и поплатился жизнью. Да, ребят, вот такие вот дела. Так, а здесь у нас предметы будут. Здесь будут навыки. И здесь будут титулы. Хорошо, окей, я понял. Так, поехали. Это, если что, вот, ребят, наша хпшечка с вами. Вы родились в королевской семье. Вам всего несколько месяцев, и править в таком возрасте еще не позволено. Расти быстрее или лежать спокойно? Ну, давайте попробуем расти быстрее. Вы стараетесь вырасти изо всех сил, но природу не обманешь, приходится ждать. Мда, такие дела. Прошло несколько месяцев, и вы начали уверенно ползать по своим покоям. Повсюду стоят блестящие предметы и яркие ткани. Как вам на это реагировать? Скромно играть, а приучаться к повадкам монарха. Ну, серьезно, ребят, мы же с вами потомок короля, нифига себе, у которого, между прочим, там достижение ух год. Поэтому будем приучаться к повадкам монарха. И, собственно, потеряли уже хпшечку. Вы надеваете на себя блестящие украшения, которые вам попадаются под руки. Парочку вы даже проглотили. Да уж, такие вот дела. Вы уже научились ходить и спокойно играете в своих покоях. Как вдруг вас повели на людную церемонию, на которую вам совсем не хочется. Пугнуть, злобно мямлить и приглядеться к толпе. Ну, давайте пугнем, почему нет. Вы перестарались и доделали штаны. Слуги быстро переодели вас, и попытка избежать церемонии провалилась. Да, вот, ребята, вот такие вот приколдессы были и в первой части, и пока что мне, на самом деле, очень нравится. Вас усадили на трон. Вскоре к вам приблизился худой, усатый господин и преклонил колено. Дернуть за усы не обращать внимания. Ну, давайте, раз уж мы с вами такой прям весельчак по жизни, давайте попробуем дернуть за усы. Господин долго не может вырваться из вашей мертвой хватки, и вам достается трофей из усов. Да, ну-ка, это предмет первый, да? Виктор, смотрите-ка, Ригит, а, это сейчас, с которым мы будем общаться. А, нет, нифига не дали. Ну, окей, ладно. Я Виктор, ваше высочество. Пока вы не достигнете совершеннолетия, вести дела королевства буду я. Га-га. О, плюс хпшечка, спасибо. Вы хотите что-то сказать, но слуга решил, что вы проголодались и начал вас кормить. Окей. Да, вот, видите, ребят, все что хпшечку можно пополнять здесь, и это, на самом деле, очень даже хорошо. Ваше высочество сейчас мало что понимает, и это закономерно, в силу вашего возраста. Но скоро мы начнем обучение, и я веду вас в курс королевских дел. Отдыхать, наблюдать за Виктором. Ну, давайте, наверное, понаблюдаем за Виктором. Все-таки нам нужно идти поучиться, у него это ж наставник все-таки. В разгаре праздника Виктор разговорился с одним из купцов. Восточный удел теперь исправно платит дань, как и остальные. Казна никогда не пустеет, смею сказать, это определенно моя заслуга. Слушать. Полная казна, залог спокойной жизни в королевстве. К слову, не боитесь ли вы, что восхождение наследника на престол загубит результаты вашей политики? Да, ну-ка, неужели там какие-то интриги? Вы внимательно слушайте, хотя для вас это только набор звуков. Ага, а не мутит ли этот Виктор какую-то мутку, чтобы потом отжать у нас королевство? Кстати, да, ребят. Я никогда не позволю королевству перейти в упадок, чего бы мне этого не стоило. Отдыхать хорошо. Мы с вами узнали, между прочим, полезную информацию. Виктор говорит что-то еще, но вы перестали слушать. Прошло несколько лет в замке, вы выросли и были обучены грамоте. Сегодня у вас 13 день рождения. Вы вольны делать все, что захотите. Потребовать игрушки, потребовать сладостей, позвать придворных и веселиться. Ну, 13 лет. Ну, как бы тут все, по сути, актуально. Ну, мне кажется, если пожрать сладостей... Блин, короче, я просто сейчас начинаю мыслить, пытаться, знаете, типа, какие-то выгодные решения принимать. Но, на самом деле, чтобы полноценно погрузиться в подобные игры, лучше всего выбирать решения, которые вам, ну, как так сказать, близки к сердцу, что ли. Но, в первую очередь, мне почему-то подумалось про игрушки, поэтому давайте потребуем их. И потеряем хпшечку. Титул получен будущий полководец. Вы устроили битву оловянных солдатиков. Один из солдат попал вам пикой в глаз. Хорошо. Будущий полководец. Видите, мы с вами... Так, кстати, можно здесь нажать. Ну, и да, собственно, посмотреть все наши титулы. Очень плохо, что потеряли хпшку. Ну, а что ж теперь поделать. Ваше высочество, скоро вы вступите на престол. А до этого времени вы должны многому научиться. Прошу вас явиться на занятия. У меня сегодня день рождения. Идти отстанье занят. Ну, давайте пойдем. Нам все-таки дело нужное. Вы отправились за Виктором в королевскую библиотеку. Все-таки, блин, нам нужно править королевством. И поэтому лучше всего, конечно же, обучаться всему этому делу. Перед тем, как мы начнем занятия, Примите это кольцо. Каждый, в ком течет королевская кровь, обязан носить его. Это символ королевского рода. Хорошо, берем. Предмет получен. Королевский перстень печатка. Увесистый перстень с изображением Трик Ветра теперь украшает вашу руку. Хорошо. Теперь приступим. Сегодня я расскажу о престолу наследия. По закону власть переходит по мужской линии. Вы унаследовали престол от вашего отца. А следующим за вами по линии идет... Слушать дальше, окей. В библиотеку вошла ваша тетушка Беатрис. Смотреть. Виктор, Виктор, Виктор. Не стоит так перегружать голову нашего будущего короля. У нашей светлости сегодня праздник. Да и скоро начнется охота. Пускай лучше поиграет в саду. Спасибо, тетушка. Почему бы нет? Ах, какой милый и воспитанный наш будущий правитель. Гулять. Так, открыты пути. Сад. Перемещение карты. Изменение масштаба карты. Хорошо закрыть. Так, вот, собственно, ребят, вся карта. Так, а я могу... Нет, я пока что не могу никак двигать. Это у нас что? Это, ага, это мы с вами только что смотрели. Это настройки. Что мы с вами еще увидели? Вот, Беатрис, давайте прочитаем. Сестра Эйнхарда, которую вы зовете просто тетей. Ну вот, вроде бы она, знаете, такая милая на портрете. Но обычно в подобных вообще играх, фильмах, ну где вот эти, знаете, мутки за Королевский престол происходят. Вот такие вот бабехи всегда и какую-нибудь падлу втихаря и делают. Так что тоже нужно запомнить. В теории они могут попытаться, кстати говоря, даже вместе с Виктором все это дело отжать у нас. Но мы с вами не дадимся. Так, мы выбираем с вами сад, поехали. Надеюсь, что как-то сейчас мы восстановим хпшечку. А то что-то такое себе получается. Но мы будущий полководец, нужно иметь это в виду. По саду бегает ребенок еще младше вас. Вы уже встречали его. Это сын тети Беатрис. Играть с ребенком? Все-таки нужно учиться навыкам коммуникации. Привет, двоюродный братик. Маменька сказала, мы должны дружить. Давай поиграем в рыцарей против южан. Ну давай, лишь бы только не пораниться. Вы бегаете по саду и ищите оружие для боя с Александром. Вот что-то мне-то, ребят, не нравится. Возможно, мы сейчас минус еще сердечко сделаем. Так, взять метлу, взять ветку, взять стражника. Не, ну как бы стражник это не серьезно. Нужно, в первую очередь, самому решать проблемы. Давайте метлу. Ну типа это будет пика, там, алебарда. Вы наносите Александру несколько колючих ударов. После удара в глаз противник сдается. Смотри, смотри, там киса. Смотреть. Александр забежал с деревья и пропал из вида. Эээ, ну блин, наверное, нужно его все-таки поискать. Вы пробирались сквозь кусты наугад, пока не столкнулись с Александром лбами. Плохая киса, злая, и сцарапала меня. Что? Александр заревел и побежал в замок, а из кустов спокойной походкой вышла кошка. Погладить кошку. Ну давайте погладим. Вы наклонились и погладили кошку. Внезапно она начала говорить. Да? Да-да, вот так хорошо. Говорящий кот. Кошка, и зовут меня Серпантина. Ну, собственно, где ваши манеры? Представиться. Вы торжественно объявили, что вы принц, но кошку это не впечатлило. Очень приятно, принц. Так, так, так. Эээ, так, а что ты здесь делаешь? Вот, собственно, у меня был бы такой вопрос. Серпантина не обратила внимания на ваш вопрос. Так вы, значит, принц? Значит, вы знаете, где королевская библиотека? Я была бы очень признательна, если бы вы проводили меня туда, ваша светлость. А нафига? Кошки же читать, типа, не умеют. Хотя они, по сути, и говорить не умеют, но вот видите, как получается. Меня интересует одна очень редкая книга. Из всего королевства она есть только у короля. А что я взамен получу? Я уже несколько дней в этом саду. Люди здесь много о чем разговаривают. Вполне вероятно, что вам угрожает опасность. Я расскажу поподробнее, если вы проводите меня. Проводить серпантину, почему бы нет. Так, открыты пути библиотека, закрыты пути сад. Ну вот знаете, ребята, у меня почему-то, я не знаю, я помню первую часть. И почему-то, наверное, исходя, наверное, из этого, у меня в мысли, в голове, что нужно ко всему здесь относиться с подозрением. Кошка тоже, видите, неспроста. Нахрена ей какая-то книга специальная? Ну как бы ладно. Действуем, опять же, ребят, по ситуации. Так, библиотека. Вы открыли библиотеку и вошли туда вместе с говорящей кошкой. Серпантина начала с любопытством изучать корешки книг. Ты еще читать умеешь? А вы язвительный принц. Да, я такой. Так, ожидать. Послышался шум шагов и серпантина шмыгнула за книги. В библиотеку вошел Виктор и сказал искать вас взглядом. Вот вы где, ваша светлость. Сборы на королевскую охоту уже начались. Скоро вы познакомитесь с этим благородным занятием. Здорово, почему бы нет. Тогда ваша светлость должна изволить собраться. Свита скоро выдвигается в путь. Хорошо собраться. Придворный нарядил вас в яркий сюртук и кожаные сапоги. Вскоре вы с королевской свиты были на лесной дороге. Вам разрешили сидеть в седле. Правда, коня ведут под узды. Через час вы достигли опушки леса. Традиционного места охоты на кабанов. Марк Граф подстрелил несколько зайцев и хватается, хвастается перед свитой. Теперь он взялся за копьем и отправляется на кабана. Его успехи вызвали у вас интерес и вам тоже захотелось поохотиться. А попросить лук, попросить копье. Ну, вообще, чисто логически, кабан-то, блин, это животное довольно-таки мощное. И в идеале его нужно, наверное, на копье насаживать. Но давайте с вами возьмем лук. Все-таки побезопаснее. Вы еще слишком малы, ваша светлость. Свита все сделает за вас. Просто смотрите. А зачем вы тогда меня взяли, собственно? Не слушай ты этого старика, малой. Пошли, покажу тебе, как охотятся настоящие мужики. Без обид, Виктор. Так, ну, пойдем. Виктор брюс жал, но вы настояли, что хотите научиться охотиться. Вскоре вы с Марк Графом ушли далеко от свиты. Попался. Тихо. Вон он, за кустами, около валежника. Теперь смотри и учись. Смотреть. Марк Граф издал воинственный клич и бросился на кабана с копьем. А тот начал удирать. Через мгновение оба скрылись из виду. Вы остались одни. Вокруг нет ничего, кроме деревьев, и слышно только пение птиц. Бежать за аббатуром давайте. Ну, раз уже вписались с ним в движуху, почему бы нет. Вам нацепили мешок на голову и поволокли. Сопротивляться. Вас грубо волокут, и несколько раз вы ударились головой. Кажись, этот. Проверяй, есть кольцо? Эй, какое кольцо? Стража. Предмет убран. Королевский перстень печатком. В мешок влезла рука и грубо ощупала ваши пальцы. Все, что вы успели заметить, это татуировка в виде рыбы. Значит, он. Кончай его. Тряпки его заберите, а тело бросьте вовра. Попробуйте встать. Навык получен. Шрам. Мешковину пронзил мощный укол лезвия и сильно ранил ваше лицо. Вы истекаете кровью и теряете сознание. Это еще что за дрянь? Эй, эй, бросьте его и помогите мне умирать. А все, я типа умер? А, нет, смотрите-ка, нифига. Пришли в себя, ваша светлость? Где я? В лесу, где и были, только стемнело уже. Где убийца? Пара озлобленных троллей отлегла их, и они разбежались. Прийти в себя. Вы умылись в ручье и отведали ягод, которые упорно терла серпантина. Каким-то чудом вы стали чувствовать себя на пару сердечек лучше. А я надеюсь, это типа, ну, все нормально, мне за это не аукнется, ничего. Вокруг никого, кроме сверчков и серпантина. Вы почувствовали себя одиноко и решили обратиться к кошке. Кто эти убийцы? Соспехи у них дорогие. На бандитов с большой дороги они не похожи, скорее наемники. Ах да, у всех были синие накидки. Это кто-то из приближенных, это южане. Давайте про южан спросим. Серпантина пожала плечами или вам показалось? Разрешите спросить. Вы долго собираетесь лежать тут и задавать вопросы? Убийцы ушли, но тут есть и другие опасности. Ты права, возвращаемся в замок. Интересно, кто это у нас тут такой позарился на этот персень? Ну, вот видите, ребят, в принципе, это все логично. Потому что явно здесь стоило ожидать борьбу за трон и власть. Вот это вот все. Так, вот может быть, если что, возьмем на превьюшку. А может быть, нет. Так, у нас открылась окраина леса и ворота замка. Ну, давайте на окраину сначала будем по пути идти. Вы бредете за серпантиной до самого рассвета, пока не оказываетесь на знакомой вам окраине леса. Вам захотелось остановиться и передохнуть. Глубоко вздохнуть и смотреться вокруг, прислушаться к звукам. Ну, давайте осмотримся. Над горизонтом возвышаются башни замка, а правее на холме виднеется мельница. Окей. Ваше величество, если вы хотели убить, если вас хотели убить, не придут ли они, чтобы закончить начатое? Возможно, стоит не попадаться на голоса какое-то время. Ну, ты права так-то по факту. Со стороны дороги послышались голоса, а серпатина прыгает в кусты. Сюда кто-то приближается, возможно, это убийцы. Чуть ее подсказывает, что нужно бежать или прятаться. Ну, я что-то, если честно, сомневаюсь, что это убийцы. Возможно, это как раз-таки наши слуги нас ищут. Давайте прыгнем в кусты и понаблюдаем. Вы прыгаете в ближайший куст, и тот отказывается колючим. Крайне неприятное укрытие. Блин, опять минус сердечко, е-мое. Вы ждете достаточно долго и уже успели задремать, даже несмотря на непрекращающийся зуд. Сопротивляться сну, уснуть. Ну, блин, в колючих так-то кустах спать такое себе, давайте посопротивляемся. Перед тем, как тьма покрыла абсолютно все, вы видите, как из леса поспешно выходят несколько людей в доспехах. Стражники это или убийцы, не ясно. Ну, там же говорили про синие накидки, можно же посмотреть. Вся ночь впереди. Вы думаете, чем занять себя, чтобы не уснуть? Станцевать, спеть любимую песню, поиграть с шипами. Ну, давайте песню, может, споем. Титул получен. Творческая жила. Вы запели песню, которую в детстве пела ваша нянька. Однако скоро из леса послышалось. Да заткнись, спать мешаешь. Ха-ха-ха-ха, я понял. Так, а что мне это дает? Это вообще дает какие-то перки. Вы близки к творчеству, хоть у вас и не очень получается. Ну, это, наверное, ребят, просто ачивки, я так понимаю, или что? А где вот это полководец? А, вот полководец. Ну, скорее всего, это просто как одна из целей игры собрать все вот эти приколезы. Ну, кстати, прикольная фишка, окей. По ощущениям, прошло совсем немного времени. Вы думаете, чем бы заняться? Придумать игру? Ну, читать деревья, мне кажется, это очень скучно. Ммм, а как насчет карточной игры, где ты играешь за королям и делаешь выборы, которые решают судьбу королевства? Солнце уже хорошо освещает все вокруг, и вы слышите звон доспехов неподалеку. Через минуту из леса выходит отряд стражи и останавливается около вашего куста. А, незаметно уйти, послушать разговор. Ну, давайте послушаем разговор сначала. Ну, чтобы убедиться вообще, что это хотя бы к ним можно вообще выходить. Стражники долго обсуждают гигантскую попу кухарки, но потом началось и что-то полезное. Уже два дня ищем. Сколько еще? Не думаю, что он жив. Слушать. Стражники удаляются, и вы снова остаетесь один. Блин, может стоило, наверное, все-таки к ним выйти? Эх, блин, ладно. Ну, в любом случае, вот видите, мы с вами идем к воротам замка. Перед входом в замок собралась очередь из подростков. Многие из них подозрительно похожи на вас. А, собственно, что здесь происходит? Да, принц пропал. Кинул кто-то из очереди. Мне только спросить. Участники очереди злобно смотрят на вас. Один из них дает вам зубы. Вот серьезно, ребят, это игра, блин, о том, как, не знаю, 500 миллионов способов умереть по жизни. Либо просто хотя бы покалечиться. Ты что, самый умный? Да, я принц. А ты уверен? Может, это я принц. С такой-то рожей, давай проверим. Давай проверим. Подросток хрустнул костяшками кулаков в предвкушении боя. Противник обходит вас сзади и хватает руками. Расслабиться, выбраться из захвата. Ну, наверное, нужно расслабиться, скорее всего. Хотя, блин, хрен его знает. Короче, возможно, ребят, сейчас момент, когда мы с вами сдохнем. Ну, давайте попробуем выбраться из захвата. У вас получилось ослабить хватку и выскользнуть. Но вы тут же словили удар по печени. Ваш славный героический путь закончился так и не начавшись. Да уж. Так, а, собственно, что это? Ворота замка. Аааа, то есть мы с вами начинаем с момента, когда зашли в локацию. Хорошо. Кстати, я включал в настройках, если что, показывать выбор, который мы с вами, собственно, здесь сделали. Ну, давайте для начала узнаем, что происходит. Так, да, принц пропал. Окей, это мы с вами помним. Мне только спросить не будем с вами делать в этот раз. Давайте нажмем в очередь. Вы стоите несколько часов под палящим солнцем. Вам страшно? Хочется пить. Отойти? Кручу. Давайте попьем. Когда вы вернулись, на ваше место пришла дюжина новых ребят. Пришлось снова встать в конец. Да, такой себе страдать. Прошло несколько часов в очереди. От замка ковыляет побитый подросток. А что случилось? Стражник распознал, что я врун. А зачем ты врал? Все хотят быть пропавшим принцем. Да и ты тоже. Ха. Как я настоящий вообще-то. Алло. Подросток посмеялся над вами и потащился дальше. Очередь дошла до вас. Вы видите впереди главу стражи Торика. Подойти. Торик молча смотрит на вас своим одним глазом. Торик, это я, принц. Старый вояка тяжело вздохнул и грустно взглянул на очередь за вами. Еще один принц. Я знаю тебя, позволь мне увидеть Виктора. Вот, я думаю, что нужно к Виктору, наверное, подойти. Так, давайте посмотрим, кто такой Торик. Так, у нас тут, кстати говоря, много кто открылся. Александр, сын Беатрис, младше вас на три года. Серпантина, загадочная говорящая кошка. Аббатур возглавлял поход на Южан несколько лет назад. За успехи в войне был назначен Марграфом Восточного Удела. Так, убийца. Один из тех, кто устроил покушение. Все, что вы успели заметить, это туировка в виде рыбы на его руке. Торик. Говорят, что это самый матерый воин в королевстве, правда, слепой на один глаз. Мне вот очень интересно, как бы сложились события, если бы вы все-таки не пошли за тем кабаном. Но это, ребята, если что, вы можете пройти сами и узнать вообще, как здесь вообще, что будет происходить. А мы с вами проходим вот так, как проходится. Позволью видеть Виктора. Это невозможно. Я не пущу в замок, кого попало. Доказывать. Вы судорожно пытаетесь доказать, что вы действительно принц, пока вас не прерывает гонец с донесением. Виктор приказал прогонять всех, кто будет представляться принцем, если тот не покажет кольцо. А у нас так с вами, кстати говоря, кольцо сперли. Ну, наконец-то, разгоним этот балаган. У вас, молодой человек, есть кольцо? Так, ну врать смысла нету, он же проверит. Ты меня не признаешь, Дубьена. Скорее всего, нам по щам за это надают. Я его потерял. А почему нельзя сказать, блин, что... Вот описать всю ситуацию, как было. Ну, типа, мы пошли на охоту. Потом с этим Марграфом пошли за кабаном. Потом на нас садили мешок и сперли наше кольцо. Ну, то есть, вообще, рассказать все события. Че за тупизм начинается? Ну, блин, я его потерял. Ну, по факту-то мы потеряли. Больше других близких, так сказать, к оригиналу ответов нету. Извольте, очистить дорогу к замку. Когда я найду кольцо, ты поплатишься. Ждать у входа в замок. Давайте подождем. Вонючка. Титул получен. Вы грозно скресили руки на груди и встали под стеной замка. Через мгновение вам на голову плюхнулась вонючая масса. Так, открыты пути окраина леса. Ну, все, да. По сути, делать больше нечего. Соответственно, с вами возвращаемся в лес. Вот, собственно, отсюда наши, наверное, приключения и начинаются. Но, опять же, скорее всего, был вариант такой, что нас с вами не похитят. И, возможно, тогда сюжет бы складывался по-другому. Из кустов раздается голос с мяукающим акцентом. Обернуться. Вы видите, как серпантина лениво намывает свои бока и то и дело сверкает в вашу сторону зелеными глазами. Ммм, неплохо. Вас не пускают в собственный замок. Какие планы, ваша светлость? Ага. Да, очень смешная шутка. Эх, я не могу сопровождать вас дальше. Вам придется действовать самому. Но я могу дать подсказку. Какую? Что вас интересует, ваша светлость? Спрашивайте, я подскажу. А как мне найти кольцо? Это, наверное, первоочередная задача. Мяу, ваша светлость не справится в одиночку. Загляните в деревню неподалеку. Может, найдется наивный добряк, который проведет вас в лес. Может быть. И правда, кто-то из крестьян должен знать этот лес, как свои пять пальцев. Ну, это логично. Ну что, ваше величество, это все, что вы хотели узнать? Нет, у меня еще есть вопрос, конечно же. Так, нужно поймать убийц. Я так помню, на охоте вы были с Марграфом. Может, стоит навестить его? Его земли находятся неподалеку. Аббатур? Ну да, кстати, можно. Вы даже не уверены, что Марграф не причастен к покушению на вас. Да и к нему не пусть от кого попало. Ну что, ваше величество, это все, что вы хотели узнать? Нет, у меня есть еще вопрос. Не, ну смотрите, ребят, по поводу Марграфа. Ну, если честно, я не особо уверен, что он может как-то быть причастен ко всей этой ситуации. Все-таки он убежал за кабаном. Если бы он участвовал в этом покушении, он бы сам проконтролировал этот вопрос, чтобы нас убили 100%. Так что нет. Так, а как мне выжить тут? Бедный, бедный принц. Вряд ли кто-то из крестьян примет вас на содержание просто так. Но вы можете попытать счастье на севере в академии. А дальше что? Если у вас получится доучиться до экзамена, то есть шанс встретиться с бывшим королевским магом. Может он поможет. Хотя я бы не доверяла магам. Учиться? Долгое время придется бездействовать. Ну что поделать? Так вы хотя бы будете в относительной безопасности. Понятно. Ну что, ваше величество, это все, что вы хотели узнать? Пожалуй, да. Кошка улыбается во все зубы и скрывается за деревом. Вот тоже вопрос по волосимпор... Серпантины. Хочет ли Ада нам помочь? Голова трещит от переполнявших ее вопросов и раздумий. Но вы понимаете, что пора идти, когда слышите рык животного из кустов поблизости. вперед так открыты пути переправа мельница деревня ох конечно ребят пути на сами довольно таки много так она нам предлагала пойти на север типа в академию но также мы можем и пойти к марграфу деревня мельница переправа а давайте сходим сначала в деревню узнаем вообще что там чудо как как деревня вы чувствуете усталость однако за холмом уже слышен работающий люд в деревне осталось только преодолеть горку а кровануть на холм прилечь отдохнуть не ну давайте уже но йоу параса ты собираю все оставшиеся силы вы взбегайте на холм но не добежав до конца кубарем катитесь обратно ну блин я так подумал раз деревня рядом но в чем вы тут лежать спать если можно как бы у крестьян поесть там и отдохнуть нормально ну ладно вы без сил валяйтесь на траве и любуйтесь голубым небом пока обзор не закрывает чья-то голова смотреться и кто такой вы видите мужчину явно бандитского вида квадратная голова выбитый передний зуб и несколько мелких шрамов эй путник вижу ты давно не жрал могу помочь встать конечно же для начала да так то лучше зырь там повозка едет ты блин стань прямо на дороге и придержи ее дурачком чё ли притвориться сечешь короче ограбить сейчас будем с вами грабить тележку телегу управляет железный мужчина выглядит он опрятно что крайне непривычно для здешних мест переградить путь повозки повозка останавливается прямо перед вами мужчина приподнимает с глаз свою широкую шлепу и отвлекает вас что такое и тебе что-то нужно рассказать про незнакомца попросить еды а давайте попросим еды прости но у меня почти ничего не осталось я везу товар в деревню могу подбросить а там уже что-нибудь придумаем продолжить отвлекать ну ну давайте продолжим почему бы нет вы пытаетесь надавить на жалость и выпросить хоть чуть-чуть кров в это время стрела вылетает в сторону чаще и попадает торговцу в руку торговец не мешкая достает из повозки легкий арбалет и целится в одного из бандитов которые выбежали и часть из чаще закрывать торговца от стрел бежать отобрать арбалет а давайте отберем арбалет вы одним прыжком запрыгиваете на повозку и хватаясь за арбалет спихивайте торговца на землю бандиты добежали до повозку до повозки и завершили свое дело он подходит незнакомец обещавший вам пожрать а выслушать хочу убегать вот красавчик неплохо его уложил раз уж так подсобил можешь выбрать что забрать еду арбалет но блин сейчас пожрать наверное актуальнее давайте еду возьмем вот красавчик неплохо его а это все то же самое окей а титул получен убийца невинных закончив наживаться на чужих бедах вы поворачиваете в сторону деревни хорошо ну плюс к пешку мы с вами получили что тоже в принципе неплохо перейдя холм вы увидели несколько десятков домов раскиданных по бескрайнему полю на поля на главную площадь давайте сразу на главную площадь пойдем вокруг вас бегает пьеса радостно виляя хвостом поиграть допустим вы хорошо провели время с псом и его блохами теперь у нас будут блохи да если торговец настойчиво зазывает вас в лавку предлагает испробовать его крема слегка намазаться я бы не доверял незнакомым к ребам кожа стала мягкой и упругой однако теперь вас заставляет купить его так не спеша стучат ростю к вам ковыляет седой старик поздороваться первым игнорировать дать поздороваемся уах сынок вижу ты у нас впервые по традиции деревни все новоприбывшие должны станцевать на площади для народа ну давайте почему бы нет нужно с местными наладить контакт отлично сынок остановись вон туда и танцуй старик собирает народ на потеху вы только сейчас понимаете что попали в ловушку ну в принципе раз уже начали позориться давайте позориться до конца танцевать вы вспоминаете уроки танцев замки и хорошо и пытайтесь танцевать хорошо но мальчишки постоянно мешают вам кидая камни по ногам народ смеется над вами убежать от стыда ну блин ну что поделаешь желание находиться в деревне пропало поэтому вы пошли в полян прогуливаясь между ограждениями и безмятежно трогая колоски пшеницы вы спотыкаетесь обо что-то и падаете подняться став и отряхнувшись вы видите что споткнулись от человека в чудаковатой одежде помочь встать ну давайте поможем вы рисковали свои чистые рубах и протягивая руку благо все обошлось без гигиенических потерь ох спасибо парень прости парень ты прости что лежал тут и из-за меня ты упал я свою виду перед тобой скуплю а ты кто меня михель зовут будем знакомы я тут это и местный охотник ты правда охотник ну да а стрелы и лук мне на что я не просто охотник а лучше в королевстве могу по запаху находить следы попросить о помощи ого королевский лес какое совпадение я как раз выслеживаю там кое-кого он рассказывай что ищешь рассказать всем здесь ему можно доверять убийцы кольцо неплохая сказка ну ладно михель сказал что поможет михель это сделает встретимся в подолез идти за михаэлем открытый пути глубь леса закрытый пути переправа мельница деревня то есть мы с вами по сути выбрали путь по которому будем двигаться окей хорошо вот глубь леса мы с вами туда уже пойдем я думаю что в следующей серии а почему бы не пройти эту игру правильно вроде бы интересное короче такие вот дела напишите в комментариях что вы думаете но а ссылка на плейлист со всеми будущими сериями по данной игре будет находиться в описании под роликом не забывайте ставить лайки и подписываться на канал чтобы не пропустить новые видосики ну а с вами был дом рель всем год байте ребятушки и до новых встреч